МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит так, сегодня у нас мое любимое ризотто с тыквой. Мы с тобой готовили уже ризотто с тыквой, но это вот совершенно особенный вариант, потому что мы тыкву с тобой будем запекать. Если тыква у тебя не очень сладкая, полей ее обязательно или медом, или кленовым сиропом, ну или хотя бы присыпь сахаром. Вообще, ты знаешь, чем интересен это ризотто? Даже кожицу, когда я его чищу, когда я тыкву чищу и готовлюсь к тому, чтобы приготовить именно этот рецепт, я не выбрасываю эту кожицу, потому что я ее добавляю в бульон. И бульон получается радостного, такого оранжевого цвета. Еще, между прочим, все, кроме семечек, можно добавить. Тогда насыщенность вкуса тыквенного будет в ризотто больше. Берем какую-нибудь форму. Форму тыквы. Теперь сюда перец, соль, тимьян. Знаешь, прямо вот так вот, вот так обрываешь, чтобы только были листочки. Побольше тимьяна, потому что, когда он запекается, получается очень вкусный аромат, особенно в соединении с карамельной тыквой. Так, и оливковое масло. Пару столовых ложек. Духовка разогрета сильно. 220 градусов. Выпекается минут 20-30, ну, в зависимости от того, насколько у тебя спелая тыква. Пока тыква печется, делаем тесто для печенья. Значит так, печенье у нас будет пряное, но не только пряное. Мне кажется, что нет ни одного человека, который бы, ну, из тех, конечно, кто любит выпечку, кто любит сладкое, кто бы отказался от кусочка такого печенья, потому что, во-первых, оно действительно ароматное, мы добавляем, смотри, немножко гвоздики, 5 штучек, растираю. Когда нужно специи, чтобы они были свежие, это вот, мне кажется, лучше всегда аромат получается, чем если уже в порошке. Мускатный орех. Чуть-чуть тоже, это очень яркая пряность, поэтому капельку-капельку, четверть чайной ложки, даже меньше. Особенно, когда он вот, да, в этих... Да, когда это вот орешки, видишь, он там прямо так трется терочкой. Там просто берешь один орешек, так прижимаешь его пружинкой. Пол чайной ложки молотой корицы в порошке. И теперь вот это мы все перемешаем. Это наша такая пряная составляющая для нашего печенья. Сюда же я добавляю столовую ложку какао пудры без сахара, просто чистый какао-порошок. И теперь нам нужно с тобой взвесить 240 граммов муки. К муке добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. Понимаешь, почему пол чайной ложки? То есть это где-то четверть пакетика, потому что еще возьму совершенно немного, вот тут вот на кончике, четверть чайной ложки соды. Сода ведь тоже работает как разрыхлитель, но здесь в данном случае у нас получается такая двойная история и сода, и разрыхлитель. Все перемешала. Теперь наши пряности, которые мы с тобой растерли вместе с какао, сюда же. Так, опять все перемешаем. Изюм, здесь у меня такая большая горсть изюма. Изюм нужно залить каким-нибудь алкоголем, можно использовать ром, коньяк, бренди, можно использовать портвейн. Так, чтобы изюм был покрыт. Где-то 50 граммов алкоголя мне понадобится. И вот теперь сахар 100 грамм. И 125 граммов мягкого сливочного масла, это важно, чтобы оно было размягчено, то есть его нужно вынуть немножечко, немножечко заранее. Чуть больше, чем полпачки. Так. Вот так. Теперь, это все очень быстро делается, видишь, просто потом останется соединить. Для того, чтобы окончательно подготовиться, нам нужно одно яйцо разбить в какую-нибудь миску, небольшую. И не целиком яйцо мы будем добавлять. В зависимости, если у тебя очень мелкие яйца, то можно, конечно, добавить и целиком. А здесь мы с тобой посмотрим, нам нужна правильная консистенция нашего теста. Ну вот. Разбитое яйцо. Теперь немного ванили, которую мы добавляем вот сюда. Пол чайной ложки. И начинаем взбивать. Взбиваем так, знаешь, чтобы получилась такая легкая, воздушная масса, но не слишком долго. Собственно говоря, все. Меньше минутки. Теперь начинаем добавлять сюда яйцо по чуть-чуть. Вот так. Пол яйца. Практически готово. Единственное, что нам нужно сейчас сюда еще с тобой добавить, это тот коньяк, в котором мы замачивали. Не весь, 30 миллилитров. И вот теперь мы с тобой смешиваем с помощью пластиковой лопатки вот такой. Добавляем разбитое масло с сахаром, с половиночкой яйца и коньяком. И добавляем в наше печенье цукаты. Это вот у меня такой яркий, зеленый итальянский фрукт, который называется чедро, а по-русски цитрон. Вообще, честно говоря, в наших краях я его не очень часто встречаю. Иногда на рынке у кого-нибудь бывает, но цукаты из него можно найти. А это просто апельсин, апельсиновые цукаты. Все мелко изрублено. И теперь изюм. Уже без оставшегося коньяка. То есть отжимаем, добавляем. Ну а шоколадная составляющая – это не только наша с тобой шоколадная какао-пудра, но и еще кусочки шоколада. Порублю ножом быстро. Всего понадобится нам с тобой 150 грамм шоколада, то есть полторы пачки. Ну и учитывая, если пачка у тебя 100-граммовая. Шоколад очень-очень любит вообще сочетание с апельсином. Мне кажется, это такое... Вот если сочетание малины и шоколада – это на любителя, то мне кажется, шоколад и апельсин – это вот такая вечная история. Она всем абсолютно по вкусу. Так мне кажется. Может, потому что я сама очень люблю. Вот еще немножко шоколада. Шоколада достаточно. А теперь цедра апельсина. Так вот снимаю тонко-тонко ножом. Желательно, чтобы было поменьше белой мякоти. И теперь изрубить ее такими тоненькими полосочками. Главное проверить, убедиться, что все полосочки вот так вот, видишь, разошлись. Чтобы не было слишком крупных кусочков. Ну и все. Теперь это тоже в тесто. И вот теперь все перемешиваем с мукой. И вот прямо теперь тесто абсолютно готово. Тоже это, знаешь, как вот если бы мы делали маффины, мы бы с тобой старались как можно меньше с тестом работать. Тут та же самая история. Просто все перемешали. Теперь берем какой-нибудь противень или форму, которую можно поставить в холодильник перед тем, как мы будем выпекать. И я раскатываю вот такие шарики небольшие. И выкладываю на эту форму. Пока даже не прижимаю их. Тесто вот если бы ты руками его потрогала, оно очень нежное, очень воздушное. Ну это, конечно, благодаря сливочному маслу. Вообще я заметила, что вот если с выпечкой такой, которая должна быть, в которой требуется, чтобы была хрусткость, если даже ты с ней работаешь, и на улице, например, жарко, и ты с ней работаешь руками, потом, если поставить перед тем, как в духовку, отправить или в морозилку, если мало времени, или в холодильник, если времени побольше, то получается лучший результат. Ну вот. Вот такой противень получился. Теперь наши шарики мы ставим в холодильник. Минут на 20-30. Пля. И посмотрим заодно на тыкву, чтобы она ни в коем случае не горела. Пошевелим. Ой, она быстро готовится. Ну, осенняя тыква, она, наверное... Конечно, раз, два, в принципе, и в дамке. Поэтому мы можем с тобой начинать спокойно совершенно готовить ризотто. В тот момент ризотто готовится минут 18. И в тот момент, когда нужно будет добавлять тыкву, она у нас уже будет совершенно готова. Берем две луковицы шалот. Вот такими довольно крупными колечками я его порезала. Ну, не слишком крупно. Теперь еще чуть-чуть его вот так вот, чтобы было равномерно. Измельчаю. Ну вот, получилось довольно мелко, но тем не менее, я не люблю, когда лук в ризотто вот виден и ощутим. Более того, вот этот вот такой прием, который я тебе сейчас покажу, он помогает вообще, в принципе, в принципе, справиться с еще одной проблемой, когда готовится ризотто. В ризотто ничего не должно гореть. То есть, когда мы начинаем... Вот мы с тобой разогреваем сотейник, сковорода должна быть обязательно, или сотейник, или кастрюля обязательно должна быть тяжелым дном. То есть, чтобы ничего не пригорело. Более того, когда я наливаю сюда вот, смотри, две столовые ложки оливкового масла, и обязательно одну столовую ложку сливочного масла. Сливочное масло что помогает делать? Сливочное масло помогает регулировать температуру. Потому что оливковое масло, оно нагревается медленно, а сливочное масло нагревается быстрее. И поэтому вот этот вот правильный такой момент с температурой мы достигаем именно в сочетании сливочного масла с оливковым здесь. Но здесь даже и не это главное вообще, в принципе. Ризотто без сливочного масла не бывает. Потому что, во-первых, у него фантастический вкус, аромат нежный-нежный. И я тебе скажу, не просто там кашу маслом не испортишь. Без этого масла это будет не ризотто, а будет просто рис. А мы этого с тобой не хотим. Есть такой даже момент, когда итальянцы называют его мантекатура. То есть ризо мантекату в конце, когда добавляется сливочное масло. Так вот, послушай меня. Когда итальянец готовит ризотто на 8-10 человек, он добавляет пачку масла в конце. И тогда получается вот эта вот, понимаешь, такая насыщенная шелковая структура. Ну вот, на медленном огне, обязательно на медленном огне. Значит, то, что мы с тобой измельчили лук мелко, мы с тобой молодцы. Просто он приготовится гораздо быстрее. Вот видишь, два масла, как хорошо, какая красота получается. Совершенно правильная. Вот такая вот консистенция. Ну и вот, как только лук получился у нас с тобой прозрачный, то есть он абсолютно готов, так как он очень мелко у нас с тобой изрублен, не хрустит, берем с тобой стакан или вот такой блендер. И выкладываем лук, это мы хитрим с тобой, выкладываем лук вместе с маслом в блендер. Единственное условие, что лук должен быть абсолютно готов и, прости за тавтологию, абсолютно прозрачный, не горелый. Повторение мать учения. Сняли пока в сторонку. А теперь получается у нас такое прекрасное луковое пюре. Вообще, если любишь ризотто, у меня, например, ризотто в доме очень любят, и действительно для меня это спасение. Как и макароны хорошие, я могу несколько раз в неделю готовить ризотто со разными совершенно добавками. В таком случае я чищу сразу 3-4 крупные луковицы, ну или такой прямо пучок, знаешь, шалота. И вот это у меня хранится в банке. Прямо вот эта смесь. Потом бросаешь столовую ложку на сковороду и все. Ну вот, посмотри, какое чудесное пюре получилось. И ты понимаешь, лук он есть, вкус его есть, но лука нет. Теперь сковороду. Заметьте, я ее не поставила обратно на огонь, чтобы она не была слишком горячая, потому что вот к этому пюре, теперь как только мы его добавляем сюда в сковородку, нужно сразу же, сразу же добавлять рис. Еще один секрет, вот настолько же важно, насколько как, что такое сливочное масло для ризотто, такой же самый важный компонент номер 2 в ризотто, это рис. Вот это наш рис, идеально подходящий для ризотто, потому что это потомок лучших сортов. Виолон и нано – сорт для ризотто, который содержит совершенно правильный крахмал. Ты понимаешь, в рисе два вида крахмала есть. И вот один крахмал, если его слишком много, не дает рису стать шелковистым, таким вот бархатным, а другой крахмал, наоборот, провоцирует вот именно появление этого вкуса. Вот здесь правильный крахмал. Как только… Вот это называется тостатура. Тастатура – это то, что помогает рису остаться аль денте, не развалиться, не превратиться в такую полную кашу. Ризотто не может быть кашей. Ризотто не может абсолютно, понимаешь, хрустеть, но все-таки аль денте – это не значит, что хрустящий рис. Но в то же время это должна быть правильная вот такая консистенция. Сначала добавляем 100 миллилитров белого вина. Белое вино всегда для ризотто хорошо. И даем быстро алкоголю выпариться, а аромату остаться. Здесь у меня тот самый бульон, про который я тебе говорила, который я варила вместе с корками от тыквы. И вот как только вино выпарилось, бульон должен быть безусловно горячим, начинаю добавлять бульон. Бульон у меня хорошо посолен, поперчен, но я все равно ризотто обязательно в конце нужно проверить на соль, на перец. Пармезан, который третий важный компонент приготовления практически любого ризотто, но за редкими-редкими исключениями, тоже сыр соленый. Поэтому вот с солью аккуратней, чтобы бульон не был слишком пересолен. Вот, прежде чем начнем делать закуску, вынимаем тыкву, она абсолютно готова. Мне, кстати, сейчас духовка понадобится для нашей закуски с тобой. Тыкву отправляю в сторону, посмотри, какая она красивая, золотистая, стучная, сколько сока дала. А вот в духовку мне нужна другая форма. И сюда виноград. Виноград будем запекать. Для закуски нам понадобится виноград, желательно без косточки, естественно. И мы сейчас его с тобой вот так вот обдираем от кисточек. Ну, зависит от того, сколько у тебя человек. Я думаю, что на одного человека тебе где-то нужно 8 штучек виноградинок таких крупных. Так вот, сейчас сюда нам нужно немножко перца, немножко соли. И оливковое масло. Очень важно, какое ты оливковое масло используешь, как тут наше ризотто. А, вот теперь посмотри на эту консистенцию. Вот это абсолютно верное состояние нашего риса. Вот теперь видно, какой он, посмотри, ты видишь? Да. Какой он. А, масло сливочного добавили немного. Ну, что значит, какое хорошее масло, и что значит, какого качества риса. Теперь сюда про оливковое масло, возвращаясь к разговору. Дело в том, что это будет заправка для нашей брускеты, поэтому только самое лучшее. Я использую, в принципе, когда готовлю с овощами, для меня, мне кажется, это незаменимое масло, на несколько минут, 5-7, чтобы виноград взорвался, может быть, какой-то завянет. А мы пока с тобой занимаемся хлебом. Хлеб, смотри, можно взять багет, можно взять чабату. Чабату – это вообще тот хлеб, который традиционно используется для приготовления брускеты. Но мне хочется ее сделать, такую брускетту а-ля рюсь, да, вот с таким темным хлебом, с таким, с нашим вкусом и ароматом. Я даже возьму несколько кусочков, чтобы показать тебе, что действительно от вкуса хлеба тоже меняется вкус нашей закуски. Единственное, что нам нужно сделать, тоже взять противень. И вот часть хлеба сделаем в духовке, прямо туда отправляем. Вот так вот часть хлеба, оп-ля, сюда, кусочек хлебушка вот так. И у меня все одновременно немножечко прожарится. Должна быть золотистая корочка у кусочка хлеба. Теперь, что касается закуски, немного орехов. Орехи или истолочь в ступке, или вот так вот порубить ножом. Теперь чеснок. Мне нужно один зубчик чеснока, при том желательно, чтобы чеснок был не очень старый, потому что у него тогда просто аромат нежнее. Скрываю. Необычным моим таким привычным надавливаемым ножом мне нужно целиком. Зубчик только, поэтому оставляю так чеснок. И тимьян сразу приготовлю. Козий сыр потрясающе хорошо работает с тимьяном, поэтому я вот сразу, смотри, орехи так присыпаю хитро. Раз-раз, и у меня уже орехи заправлены. Теперь готовлю какую-нибудь красивую, роскошную тарелку. Я люблю, когда... Вообще люблю тарелки с цветами. Мне кажется, когда у нас все-таки большинство времени погода такая странная, да, и не очень нас радует, то большие радостные тарелки могут поднять настроение. Вынимаю хлеб. Одновременно подглядываю на ризотто. Подожди, вот смотри, вот она. Практически рис готов. Вот теперь в этот самый момент добавляем сюда. Вот это вино из массандры, на самом деле, оно подходит для приготовления итальянской кухни, потому что, ты знаешь, оно напоминает чем-то марсалу. То есть это такой тот же род, я так понимаю, обработки винограда, чтобы получить вино такое. И вот мы сейчас вылили это вино. Даем теперь алкоголю выпариться. Одновременно добавляю сюда мою тыкву вместе с соками, которые у нее при запекании появились. Вымешиваю хорошо. И вот теперь уже довожу до готовности. Красиво, правда? Так, вынимаю хлеб. Готово. И вынимаем виноград. Тоже готово. Полопался где-то такой, стал, ух, прямо толстенький. Подожди, сейчас мы уже сразу в духовку ставим. Наше печенье хорошо охлажденное. Оп-ля. Пока будем заканчивать приготовление вот так вот пальцами. Надавили, чтобы стали такие они поплоще. Так. Все. Печенье выпекается. Ризотто еще две минутки и будет готово. А вот для закуски мы с тобой горячий хлеб. Пока он горячий. Разрезаем чуть-чуть, надрезаем вернее вот такой чесночок. И натираем. Понимаешь, пока хлеб теплый, он впитывает аромат чеснока. И действительно остается только аромат. И его совсем чуть-чуть. Оливковое масло. Взбрызнули хлеб. По мне, так это уже можно есть. Чеснок, теплый хлеб, оливковое масло. И выкладываем сюда виноград. Класс, скажи. Да, красиво очень. И именно на горячий хлеб мы сначала выкладываем с тобой не сыр, а орехи. У меня есть задача, чтобы они стали тоже более ароматными. Если нет козьего сыра, можно использовать какой-нибудь там свежий сыр. Я не знаю, мне кажется, что там и даже домашний такой хороший творог сухой. Если его заправить травами всякими и добавить в него масло, опять-таки сливочное, чтобы он побогаче был, понежнее, помягче, то тогда абсолютно спокойно можно и таким творогом сверху вот эту радость украсить. Мне кажется, будет совершенно не хуже. Абсолютно точно. Закуска ждет. На самом деле, пусть она даже немножечко остынет и постоит. Все только пропитается ароматами. И вот как раз наступает тот торжественный момент, который называется мантекатура. Единственное, что нужно срочно нам с тобой натереть. Сыра на мелкой терке, это важно. Пармезана. Грамм 50-60. Можно натереть еще немножко в какую-то такую мелкую чашечку, да? И поставить на стол. Так, вводим сыр. И тут же вводим сливочное масло. Где-то столовую ложку. И вот этот процесс итальянцы красиво называют красивым словом мантекатура, мантекары. Вмешиваем масло. Уже выключаем огонь. Знаешь, как проверяют вообще правильность, консистенция ризотто? Мы берем тарелку. На тарелку накладываем наш рис. А потом делаем вот так. Если ризотто расходится и получается вот такая плоская, красивая, видишь, тарелка, значит, рис мы с тобой правильно сварили. Видишь, бульон не плавает, рис не стоит колом. Все абсолютно идеально. Скорей отведай. И ризотто едят не ложкой, и ризотто едят вилкой, как и пасту. Спасибо. Так, и нам с тобой осталось дождаться, когда у нас выпечется до конца печенье. Ты знаешь, не перестаю радоваться чудесам техники. Там есть такой таймер, который не только все время мне время показывает, который сейчас, ну просто на кухне нужны часы. Но самое главное, мне не нужно все время бегать и смотреть, готово у меня печенье, не готово, сгорит, не сгорит. Я знаю, что оно готовится в 15 минут, поставила таймер на 15 минут, а сама хоть и с собакой на 15 минут погуляй, или по телефону с подружкой поболтай. Ничего не сгорит, и ничего плохого не случится, потому что когда ты готовила, и у тебя рецепт какой-то был, понимаешь, и тесто прекрасное, и все ты сделал грамотно, а потом ты просто забыл, оно сгорело, это катастрофа. Я этого не люблю. Духовка меня от этого спасает. Вот еще последний штрих к нашей закуске. Чуть-чуть жидкого меда, капельку-капельку для сыра, в первую очередь для сыра. Ну вот, и закуска абсолютно готова. Что мы за молодцы. Готовы печенье? Посмотри, какая красота, а какие ароматы. Видишь, какие они получились, такие пухленькие, понимаешь, они должны быть немножечко мягкими внутри, они должны вот так пружинить. И это говорит, оно пропеклось абсолютно. Если ты его передержишь, вот 15 минут, ну максимум 17, и не больше. Потому что если ты его передержишь, оно просто будет как сухарик. А так оно мягенькое, такое нежное. Ну что, жизнь удалась сегодня, воскресенье? А у меня-то как жизнь удалась? Я знаю одного человека, который просто от зависти умрет. У меня подруга в детстве была влюблена в Дмитрия Харатьяна. А я сейчас еду у него интервью брать. Дмитрий Харатьяна. Дмитрий Харатьяна. Дмитрий Харатьяна. Дмитрий Харатьяна. Продолжение следует...